Окунаться или все же не стоит? Наверняка многие сейчас задают себе такой вопрос накануне Великого Православного Праздника Крещения. Казалось бы, какие-то 10-30 секунд в ледяной воде не то что не повредят, пользу принесут. Но! И, к сожалению, таких но предостаточно, ведь абсолютно здоровых людей сейчас единицы. Об этом мы поговорим сегодня в студии со специалистом Надеждой Тарасовой, заведующей терапевтическим отделением Барнаульской поликлиники номер 14. Надежда, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть. Но вот люди, которые не раз окунались, они всегда делились впечатлениями, вот я помню, да, с теми, с кем я общалась, о том, что вот такой носа, ты выходишь из проруби, как будто бы заново родился, и потом весь год не болеешь. Ну, я, честно, ни разу не погружалась, но, видимо, не настолько здоров, потому что, ну, я знаю, да, какие там свои хронические заболевания. Так вот, каждый ли человек, который вдруг осознал, что готов погрузиться, может это делать? Ну, начнем с общего, скажем так. Ну, наверное, мой совет, что не каждый человек может сразу пойти и окунуться в прорубь, потому что это очень большой стресс для организма, к этому нужно подготовиться, по крайней мере, заранее. Люди, которые занимаются моржеванием, закаливанием, они уже готовы. А вот обычный человек, ему нужно подготовиться. Задолго ли вот до этого момента нужно готовиться? Ну, потому что многие ведь есть люди, которые, допустим, 18 января вечером, ну, может быть, я не знаю, 17 сегодня, решил, что хочет он погрузиться, и 19 уже пошел в прорубь. Задолго ли надо готовиться? Да, на самом деле нужно задолго готовиться, но если вы уж прям решили, вот, 18 и я хочу 19 сходить, то нужно, если есть возможность, проконсультироваться со своим лечащим врачом. Если вы абсолютно здоровый человек, вы знаете об этом, то да, но нужно соблюсти некие мероприятия. Желательно за две недели готовиться. Всего лишь? Это как минимум. Это как минимум за две недели. Начать с обтирания тела. Также можно прибегнуть к моменту, что контрастный душ использовать. А это любому человеку можно? Нет. Тоже человеку, который считает, что он все-таки здоров. Да, это считает, что здоров. Сначала обтирание, потом контрастный душ. Насколько холодной должна быть вода? Постепенно. Мы постепенно снижаем температуру, это не сразу вы перешли на холодную. Теплые, низкие температуры, потом уже контрастный душ. Но все-таки нужно, наверное, начинать в последующем обливание делать и обливаются тоже постепенно. Сначала это ноги и постепенно выше и выше. А с головой сразу обливаться не стоит. И даже я бы не советовала, не рекомендовала это. Также нужно людям, те, которые страдают хроническими заболеваниями. Ну да, вот если мы говорим о том, что подготовились, здоровые люди начали обливаться, за две недели это достаточно, и они вроде бы готовы, то есть люди, которые не совсем здоровы. Какие им нужно проходить обследование? Вообще нужно ли проходить специальное обследование? Или просто позвонить своему терапевту или сходить на прием и спросить, ну как я в состоянии? Или прямо обследоваться нужно? Есть у нас пациенты, есть люди, у которых есть хронические заболевания, которые должны быть обследованы. И если их заболевания в стадии ремиссии, конечно, можно будет попробовать, но тоже после консультации своего специалиста, своего лечащего врача. Беременным женщинам не рекомендуется купание, дети. Как повредить может беременной женщине? То есть это большой стресс, может даже случиться там какой-то, что-то с ребенком, да? Да, конечно, потому что это стресс в виде спазма сосудов. А так беременные женщины, у них третий круг кровообращения образуется для ребеночка. И здесь, то есть это абсолютное противопоказание. Люди, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, у которых были перенесшие катастрофы, это инсульты или инфаркты, также с заболеванием бронхолегочной системы, эндокринные заболевания. То есть эндокринная система, если также нарушена, то здесь стоит воздержаться. Воздерживаются в период острых заболеваний вирусных, либо в последние полгода перенесенная коронавирусная инфекция. Тоже учитывается в средней и тяжелой степени. То есть им вообще не рекомендуется это делать. А что может произойти, да? Вот поговорим о том, что может произойти, если человек все-таки нездоров и погрузился. Может быть, есть какие-то у вас примеры, вот какие-то такие? К счастью, примеров таких нет. При сердечно-сосудистых заболеваниях, так как происходит стресс, спазм сосудов, может быть резкое повышение артериального давления, идет нарушение терморегуляции, то есть сердцу приходится работать вдвойне. Происходит спазм сосудов, также спазм гладкой мускулатуры бронхов, то есть может появиться чувство нехватки воздуха, остановки дыхания. Поэтому здесь не рекомендуется. То есть это не просто даже может грозить каким-то сильным обострением заболевания, серьезным, но и еще более такими последствиями. Что вплоть до госпитализации. Да, вплоть до госпитализации. Ну, допустим, да, все-таки человек здоров, и он решил погрузиться. Не берем сейчас людей с хроническими заболеваниями. Что он должен знать, чтобы не пожалеть о своем решении? Вот можно ли, допустим, погружаться на голодный желудок? Ну, это люди бывают, знаете, утром рано встали и поехали в прорубь погрузиться. В данном случае не рекомендуется на голодный желудок и на сытый желудок. То есть когда вы только поели и пойти погрузиться. Все-таки нужно заранее подготовиться за два часа до момента купания, когда вы решились все-таки на данное мероприятие. Нужно быть за два часа легкий, может сказать, ужин, потому что это в основном происходит в вечернее время. Можно даже каши. И только тогда можно будет погружаться. Насколько можно погружаться? Да, там 10 секунд, 30 секунд. Для неподготовленных людей все-таки погружение должно быть не превышать 20 секунд. То есть окунулись и сразу нужно выйти. А те, которые подготовлены, которые занимаются моржеванием, закаливанием, они могут, в принципе, пребывать до минуты. Но это прям максимум. С головой погружаться? Нет, с головой вообще не рекомендуется погружаться, потому что можно потерять равновесие. То есть вы можете не осознавать, где находитесь. А в любом случае держаться за поручь не нужно обязательно, чтобы можно было выйти из Иордании. Имеет ли значение вообще в чем окунаться? То есть надо ли что-то надевать на себя в момент, да? Там многие в рубашках окунаются, а кто-то там на купальнике надевает плавки. Все-таки стоит окунаться в той одежде, которую можно быстро, легко снять с себя и переодеться в сухую подготовленную тюрьму. Все-таки я не рекомендую, потому что вы, когда окунулись, эта холодная одежда, она прилипает к телу, а вам нужно в быстром времени от нее избавиться. Когда вы выходите из Иордании, нужно, чтобы вас, по крайней мере, кто-то ожидал с теплым махровым полотенцем большим, либо халатом, чтобы на вас быстро это накинули. Вот прям сразу, как вышел из проруби? Как сразу вышел, то есть нужно, чтобы на вас это накинули, обуться. То есть обувь должна у вас быть также легко доступная. Сразу обулись, накинули, и нужно непременно отправиться в теплое здание, там либо подготовленное место, где у вас будет теплая, сухая одежда. Всегда же идет ожидание, не все сразу могут подойти, искупаться и уйти. Всегда у нас есть какая-то очередность. И для того, чтобы отстоять, тоже нужно быть теплоодетыми. Когда вы быстренько сняли с себя, например, халат, разулись, искупались, и сразу же вышли, вас накинули, и нужно отправиться в теплое место. Ну, баня. Баня – это нормальная история? Или вот такой перепад – это тоже не очень для организма? Потому что ты, значит, вот из ледяной воды и сразу там в парилку. Нет, тоже. Вы и так стресс для организма сделали, вы сузили сосуды, то есть сосуды сужены. А вы потом непосредственно отправляетесь в горячее здание, где сосуды расширяются. И это может сказаться критично для вашего организма. То есть просто какое-то теплое помещение, совершенно обычное, ну или там прогретую машину. Вот вариант такой рассматривается. Прогретая машина – это, конечно, на крайний случай. А вот смотрите, многие говорят, надо сразу чай выпить. А кто-то думает, вот я сейчас чего-нибудь покрепче выпью, и вообще все хорошо будет. И точно я не заболею. Нет, чай рекомендуется. Чай это даже очень хорошо, если будет с лимоном, либо с шиповником, с витаминами С. Алкоголь употреблять – абсолютно противопоказание для употребления алкоголя после купания. А до? Тоже не рекомендуется. Потому что кто-то ведь, чтобы, так сказать, были силы и ничего не бояться. Настроиться. Да, настроиться. Нет, в данном случае при приеме алкоголя происходит спазм сосудов. Это мы на всякий случай говорим еще раз, несколько раз, тем, кто, собственно, считает, что алкоголь каким-то образом поможет. Ну и вернемся, наверное, к ребятишкам. Вот вы сказали о том, что беременным погружаться 100%, это стопроцентное противопоказание. А вот дети, многие родители же считают, что давайте ребеночка возьмем с собой, ну или, может быть, уже такого достаточно взрослого, и он в ледяной воде погрузится, и все, и болеть он не будет у нас совсем в ближайшее время. Что скажете про детей? Можно ли, а может быть, с какого возраста? Ну, так как я все-таки взрослый врач-терапевт, не педиатр, но на мое усмотрение, все-таки дети, не достигшие пятилетнего возраста, считаю, их не стоит окунать в прорубь. Так как у детей не настолько развита подкожно-жировая клетчатка, чтобы они подвергались такому стрессу. Поэтому и также нужно проконсультироваться со своим врачом-педиатром. Так как педиатр знает у вас абсолютно вашего ребенка, знает, на что он способен, как его организм подготовлен, также нужно будет сдать непосредственно анализы. И если потребуется, то и пройти некие обследования. Ну, в общем, если ребеночек здоров, то с пяти лет, в принципе, можно погружение тоже без головы на какой-то там период. Ну, здесь прям все окунули, там, пять секунд, и сразу нужно его вытащить оттуда. А вы сами, Надежда, когда-нибудь погружались или вот, может быть, было желание, но пока его и не реализовали? И почему? Я не погружалась, и пока я не готова. Если честно, не задумывалась. Ну, вообще, как к этой традиции относитесь? Благосклонно. То есть у меня нет какого-то определенного мнения по данному мероприятию. Те, кто окунается, в основном, да, я поддерживаю, вот, кто закаливается, они молодцы, они, непосредственно, их организм уже подготовлен, они давно это делают. И купание в крещенскую ночь, в священную ночь для них даже, ну, благосклонно повлияет. А я не из того рода людей. Ну, и заключительный, наверное, вопрос. Вот на какой вопрос, ну, повторюсь, должен себе ответить человек, который все-таки принял решение, что да, я созрела, я готов? Наверное, вопрос должен звучать в том, что здоров ли я, и нормально ли я перенесу данное погружение, что будет с моим организмом, и готов ли он морально, физически и духовно. А я напомню, что сегодня мы говорили с Надеждой Тарасовой, заведующей терапевтическим отделением Барнаульской поликлиники номер 14.